Девушки отдыхают Транспортной полиции по горячим следам с помощью камер видеонаблюдения установлен подозреваемый. Мужчину, который забрал со спинки стула, оставленную без присмотра куртку, оперативно выявили и доставили в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался местный житель 87-го года рождения. Содеянным сознался похищенный изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Твери задержан 19-летний студент одного из высших учебных заведений областного центра, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств посредством закладки. При личном досмотре у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 20 свертков с веществом внутри. Согласно справке экспертно-криминалистического центра, в свертках находилось наркотическое средство. За что задержан? Знаешь, задержан? Да, трез, по-моему. Оперативники установили, что фигурант самостоятельно приобретал партии наркотиков и сбывал их бесконтактным способом, передавая координаты тайников наркозависимым людям с помощью мессенджеров. Мне 19 лет. Я сижу здесь по статье 228, часть 4, был закладчиком. Меня поймали оперативники. Ну, вот, осудили, и вот я здесь. Сейчас очень раскаиваюсь, сожалею об этом всем. Погнался за легкими деньгами и, ну, вот, попался. Как-то думал, что меня как-то не поймают, как-то, ну, что я в перчатках работал, но еще такого не будет, а вот по итогу я со мной оказался здесь. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может лишиться свободы на 20 лет. Ведется следствие. На 19-м километре автодороги Починок-Удомля сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС остановили машину, на крыше которой находилась надувная лодка, а в багажнике шесть сетей, весла, резиновый костюм и улов. Добычей злоумышленника стали сом, судак, платва, окунь, густера, карась, щука и севрюга. Всего более ста экземпляров. На место выехала следственная оперативная группа. Согласно результатам проведенной экспертизы, сети, находившиеся в багажнике автомобиля, являются запретным орудием лова и способом массового истребления водных биологических ресурсов. Сумма материального ущерба составила порядка 240 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, незаконная добыча водных биологических ресурсов. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...